В Кыргызстане продолжаются третьи всемирные игры кочевников. Участники соревнований получили возможность ознакомиться и с культурными традициями кочевых народов. В ущелье Кырчин и Сыкульской области открыт этнокультурный городок. О нем расскажет моя коллега Мехрибан Касумова. Музыка, песни, костюмы, действия творческих команд менялись один за другим. Режиссерам представления удалось перенести гостей третьих всемирных игр кочевников в 9 век. В золотую эпоху кыргызского каганата. Ущелье Кырчин на несколько дней превратилось в настоящий городок кочевников. Здесь установлено больше тысячи юрт, проходит фестиваль кухни разных народов мира. А на этой огромной сцене ежедневно будут проходить концерты и спектакли о жизни кочевников. Здесь зрители удивляют не только декорациями, но и каскадерскими трюками. Именно скачки на лошадях произвели на присутствующих наибольшее впечатление. Во время наблюдения за ловкостью и безмерной смелостью кыргызских парней и девушек порой просто захватывало дух. Цель организаторов этногородка – познакомить туристов с культурой кочевых стран. Здесь можно научиться охотиться с беркутом, отведать национальные блюда, покататься на лошадях и верблюдах и сфотографироваться с ними. Эти верблюда остались нам от наших предков. Мы и сегодня продолжаем использовать их. К примеру, во время праздничных мероприятий или для особо важных семейных дат и событий. Выводим верблюдов на улицы. К нам часто подходят иностранцы и интересуются нашей историей верблюдами. Мне нравится атмосфера. Мне нравится, как люди с удовольствием носят свою национальную одежду, готовят свои национальные блюда. Это очень вдохновляет. Я из России. Мне кажется, это было бы здорово нам перенять, у кыргызов. Здесь очень красиво. Мне это очень нравится. Еда вкусная, люди интересные. Природа очень хорошая. Масштаб фестиваля огромный как в плане мероприятий, так и территории этногородка. Кырчин находится в горах. Ближайший населенный пункт в 50 километрах. Для того, чтобы обойти все юрты, понадобится не один час. Нынешние игры кочевников третий. И все три проходят в Кыргызстане. Хозяйкой же четвертой азиатской олимпиады станет Турция. Год на год вот это люди много. Вот это страны много сходят. Спасибо, сколько, 68 стран здесь. Все единые, сплоченность, вот это кочевники проводят нашего страны, Кыргызстана. Уже, наверное, хватит уже. Три раза мы уже проводили. Все у нас хорошо. Туристов много стало. И вот смотрите сами, у нас много туристов из Турции, из различных стран, из Европы, из арабских стран. Я поздравляю всех с этим праздником. Пусть таких праздников будет как можно больше. Благополучия нашему народу, президенту. Всем спасибо. В открытии этногородка принял участие президент Кыргызстана Суоромбай Жейнбеков, а также другие высокопоставленные гости. Зрителям показали театрализованное представление «Золотой век». Третьи всемирные игры кочевников начались в Иссекульской области Кыргызстана 2 сентября. Состязание «Культурная программа» продолжится еще в течение пяти дней. Участники соревнуются в 37 национальных видах спорта. На игры приехали больше 2000 человек со всего мира. Азербайджанская команда уже имеет в своей копилке серебряные и бронзовые медали. Страна представлена 28 спортсменами. Михребан Касумва, Рауф Гусейнов, Сибиси, Кыргызстан. Сегодня третий день игр кочевников в Кыргызстане. На данный момент у команды Азербайджана 8 медалей. 5 бронзовых и 3 серебряные. С 10 утра по бешкекскому времени на территории подрома города Чолпонатай, Сыкульской области, начались соревнования по масс-рестлингу, перетягиванию палки. Это национальный вид спорта якутского народа. В масс-рестлинге соперники садятся друг напротив друга, упираясь ногами в доску, расположенную на ребро, и берутся за палку обеими руками. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону вместе с палкой. Поединок длится до двух побед одного из борцов. Финальные схватки пройдут во второй половине дня. Конечно, родоначальники масс-рестлинга – это народы Якутии. На сегодняшний день мы с ними не можем конкурировать, бороться за первые места. Но когда-то, наверное, настанет тот момент, когда у нас тоже будут первые места. Сегодня выступают, значит, пять мужчин и три женщины. Ну, надеемся, что на сегодняшний день у нас тоже будут хотя бы 4-5 медалей, мы сумеем завоевать. Здесь я тоже рассчитываю на победу. Тоже так же похоже на дюдо, такие же физические подготовки, ну, данные. То есть можно приседания, захваты, нужно иметь сильные плечи, ноги, спину. У нас сегодня будет медаль, одним словом. Иншаллах, дал и бог будет. Я думаю, наши спортсмены покажут хорошие результаты, шансы есть. И подготовлены хорошо. То есть мы старались всячески их и подготовить, и психологически, и физически. Я думаю, все-таки у нас шансы есть. Как говорится, флаг Азербайджана тоже будет здесь представлен в первых рядах.